ДВИ МГУ экономический факультет пробный экзамен 1 июля 2019 года. Условия варианта смотрите на сайте Александра Ларина. В задании номер 2 необходимо решить следующее неравенство. В левой части удобно, используя известную формулу, поменять основание и подлогарифмическое выражение местами. То есть левая часть тогда у нас будет иметь следующий вид. Корень из 8 плюс корень из 7. Логарифм мы перепишем по основанию х. А вот это основание мы запишем под знаком логарифма. То есть корень из 8 минус корень из 7. Меньше или равно корня из 8 плюс корень из 7. В левой части у нас корень из 8 плюс корень из 7. Вот в этой степени. В правой части то же самое в первой степени. Основания слева и справа, понятно, что они равны друг другу, больше единицы. А это значит, что при опускании основания знак неравенства для показателей степеней у нас останется без изменения. Таким образом опускаем основание и получаем неравенство. Логарифм по основанию х от корня из 8 минус корень из 7. Меньше либо равно единице. Дальше можно по-разному решать. Можно единичку представить и логарифм по основанию их числа х перенести влево и решать методом рационализации. Но в данном случае нам нет смысла делать лишних движений. То есть записывать метод рационализации на ОДЗ данного логарифма. Можно сразу классическим школьным способом решить. И это будет не менее долго, скажем так, чем метод рационализации. Примерно одинаково по трудности. Итак, тогда классическим школьным способом, если решаем. Левую часть мы перепишем. Логарифм по основанию х корня из 8 минус корень из 7. В правой части единицу представляем как логарифм по основанию х переменной х. И теперь рассматриваем два случая. У нас будет совокупность двух систем. Или х у нас будет от 0 до 1. И в этом случае знак неравенства при опускании логарифмов поменять мы должны для подлогарифмических выражений на противоположный. То есть у нас получается корень из 8 минус корень из 7 будет больше либо равно переменной х. Либо второй случай, когда х у нас будет больше единицы. И в этом случае при опускании логарифмов у нас знак неравенства для подлогарифмических выражений у нас остается без изменений. Получается корень из 8 минус корень из 7 меньше или равно переменной x. Покажем решение первой системы на числовой оси. То есть на числовой оси покажем вначале первый промежуток. У нас первый промежуток от 0 до 1. Вот этот промежуток нас устраивает. И надо найти пересечение вот с этим интервалом. Что это такое? Корень из 8 минус корень из 7. 8 больше 7. Значит это число разности корней будет больше 0. Остается только сравнить эту разность с 1. Давайте сравним с 1. Можно было вообще не сравнивать. Просто увидеть, что корень из 8 и корень из 7. Оба эти числа находятся на интервале от 2 до 3. То есть если они оба находятся на интервале от 2 до 3. То понятно, что расстояние между ними больше, чем длина вот этого всего интервала. Мы сделаем более подробно. То есть корень из 8 минус корень из 7 мы сравним с единицей. Корень из 8 перенесем вправо со знаком плюс. У нас получится корень из 8. А здесь корень из 7 плюс 1. Возводим обе части в квадрат. Получаем 8. А в правой части квадрат суммы это будет 7 плюс удвоенная да плюс еще единичка. Плюс единичка да плюс удвоенная. 2 корня из 7. И что мы видим? Уже восьмерка есть да еще плюс что-то. Понятно, что правая часть больше левой. А значит левая часть меньше правой. И в итоге мы получаем корень из 8 минус корень из 7. Действительно оказался. Эта разность оказалась меньше единицы. Таким образом точку показываем на этом промежутке. Предположим где-нибудь вот здесь. Вот она эта точка. Это корень из 8 минус корень из 7. Нас устраивает для первой системы там где x меньше либо равен. То есть то что слева от этой точки нас устраивает. Находим пересечение. У нас получается вот этот промежуток под двумя проводами. А это значит, что вот этот полуинтервал как раз и является решением первой системы. Также посмотрим решение второй системы. На числовой оси то же самое покажем. У нас получается тогда во-первых единица. И то что справа нас устраивает. x больше единицы. А вот здесь у нас получается точку берем ту же самую. Корень из 8 минус корень из 7. И нас устраивает то, что справа от этой точки. Потому что x больше либо равен этого числа. Находим также пересечение. У нас получается больше большего. То есть получается вот этот наш промежуток. Ну и теперь только осталось объединение этих двух промежутков записать в ответ. Пишем ответ. x принадлежит промежутку от нуля до корня из 8 минус корень из 7 включительно. И объединяя с промежутком от единицы до плюс бесконечности. Задача решена. Кому решение задачи понятно. Не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Спасибо.